Я сначала уехал один в июне месяце, а Лена оставалась там, причем она была беременна. Конечно, это время, в которое мы были ни вместе, ни рядом. Я здесь в Америке, а она в России. Конечно, это очень бывает. Очень тяжело, потому что, я думаю, мужчине все равно проще принимать решения, какие-то такие, обрубить связи с прошлым. Меня юкало, потому что, во-первых, муж уезжает, я остаюсь одна беременная, у меня такая прострация была, а потом я понимала, что если мне ехать, то нужно здесь оставаться. Соответственно, оставлять своих близких там. И это, конечно, тяжело. Политикой я всегда интересовался. В детстве я слушал вместе с дедушкой, он слушал вражеские голоса, так называемый голос Америки и так далее. Я, будучи учеником начальных классов школы, так же вместе с ним слушал то, что там говорилось. Мы пытались прослушать сквозь вой глушилок этих. Пятый-девенадцатый год, переломный такой достаточно. Тогда я участвовал также во многих акциях, которые проходили тогда в Москве. Я помню, даже я участвовал в самом большом митинге, который был на Манежной площади тогда. Около 400-450 тысяч человек тогда пришло. Это была самая большая акция за всю историю постсоветской России, еще даже не совсем постсоветской. До того, как мы с Владом встретились, эта тема была для меня закрытой. Я не вникала в эти политические моменты, но Путин, как фигура, раздражающая меня, он постоянно как раздражающий объект у меня присутствовал. Но я нашла для себя спасение такое в том, что я просто закрыла на все глаза. Я живу в этой стране, но в то же время я живу в каком-то своем микромире. И когда появился Влад, он, конечно, своими действиями и взглядами стал мне говорить, что так невозможно жить, это неправильно, потому что существует... Все это вокруг есть, ты не можешь закрыть глаза. Я придерживаюсь того принципа, что даже один голос, он очень важен, и он значит многое. История носит циклический характер, и на определенном этапе в истории создается такая предпосылка различных факторов, когда возможны какие-то такие кардинальные трансформации внутри общества, внутри каких-то общественных систем. Один из таких исторических моментов он был, на мой взгляд, в 11-12 году, когда внутри российского общества созрела достаточно весомая часть людей, которые захотели каких-то из кардинальных изменений в существующей политической системе. Как раз это совпало с моим возвращением в Россию из Соединенных Штатов, где я работал здесь в университете, вернулся в 11-м году. Как раз там все началось, собственно говоря, с решения Медведева и Путина поменяться местами, которое вызвало массовых протестов у России, которое там получило условное название «Снежная революция». «Пословно, я туда включился, организовал различные акции, митинги. Затем мы организовали кампанию по поддержке акта Магнитского. Потом появилась партия с условным названием «Партия 5 декабря», которая, к сожалению, сейчас на данный момент не зарегистрирована. Мы сейчас подали вторую заявку на регистрацию, но шансов того, что она будет зарегистрирована, очень немного. Ты серьезный? Да, может быть, президент США. Зачем? Зачем ему это? Он будет доктором. Ну, теоретически. Он будет кардиохирургом. Вот, правильно. Не согласен. Как-то президентом ему больше нравилось. Хорошо. У каждого хирурга слишком большая ответственность, чем у президента. А у президента так нет. Это шло по нарастающей. Безусловно, те, кто участвует в оппозиционном протестном движении, занимаются оппозиционной политической активностью в России, они, безусловно, эти люди автоматически попадают в поле зрения, фокус внимания, повышенный фокус внимания со стороны спецслужб, со стороны МВД. И, естественно, я не был исключением. Начиналось все с каких-то устных предупреждений, проведения уличных акций, митингов, как со стороны сотрудников полиции, так и людей в штатском, которые поставлялись по-разному. Затем различные угрозы по телефону, по электронной почте, текстовые сообщения. И потом это все, следующий этапом была слежка. Те люди, которые следили, они подошли в один момент, это было вечером, подошли недалеко от дома, где я жил, они подошли и начали угрожать физически и так далее. И после этого я принял решение покинуть Россию. Просто поменялось все в жизни. Возможно, как-то сглаживает все эмоционально. Это то, что ребенок появился, поэтому как-то оно все. И то, что мы вместе, семья. Потому что когда люди, я так понимаю, в моем понимании, решили создать семью, это уже ты берешь ответственность на себя и за себя, и за своего любимого человека. И ты этот шаг сделал, соответственно, где бы он ни был, нужно быть рядом с ним. Бывает ситуация, когда сложная ситуация, когда возникает масса препятствий, различного толка, различного плана. Может быть, преодоление этих препятствий делает человека, конечно, сильнее, держит его в тонусе. Но бывает так, что постепенно эта ситуация трансформируется в ситуацию, которую можно назвать по-английски словом desperate. Отчаянную ситуацию, из которой, ну, выход, в принципе, выхода два. Либо человек выезжает из России, либо он может оказаться в местах не столь отдаленных. Либо еще, соответственно, если ситуацию продолжить вторую, то неизвестно, что там, какой исход может быть. Ну, я, конечно, не разочаровался абсолютно. И я не то, что планирую, там, или пытаюсь, я это делаю, находясь здесь. Я продолжаю заниматься определенной деятельностью, но, естественно, в тем рамках, в которых я могу этим заниматься здесь, будучи, вне России. Я занимаюсь информационной компанией по болотному делу, по делу 6-го. Естественно, я продолжаю заниматься тем, что заниматься в России, а именно расширением списка Магнитского. Клоббируем кандидатов, которые причастны к массовым нарушениям прав человека в России, и на которые необходимо распространить санкции, визовые санкции, экономические санкции. Зимы вот эти в Москве сейчас, просто вообще очень тяжело психологически. Особенно тем, кто там пожилые, там, не знаю, полевания есть. Я по Москве вообще не скучаю. Не скучаю по родителям, по родным, по друзьям. По родные дни. Я даже Москву стала вспоминать, так как иногда хочется. Субтитры создавал DimaTorzok